Давай, бери листочек. Я уже посмотрела, ты не перестала. Серьезно, серьезно, не печально. Отрывай снова. Отрывай. Давай. Слави в небесный, Утешителю души истины, И же везде с ней И вся исполняй Сокровище благих И же везде подателю Приди вселися вны И очисти мне от всяких скверных И спаси блаже души наша Господи, благослови наше занятие Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания Божественных Твоих слов Прибудь с нами в этот воскресный день Сохрани нас в любви и согласии Дай все услышанное запомнить Растворить это веру И дай силы исполнить Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Мне кажется, вначале петь даже Старый Небесный на мотив Голубеса А вот там есть священник, который поется там Видели в интернете? Да Такой священник Вот так упоемно поет Полное молчание Я говорю, когда петь начинаете, а хористы сидят Разве это правильно? Конечно, неправильно А кто у нас поет? Клирия, который поет Да, то клир, а то Вы что, боитесь их взять, чтобы на их фоне вам не выглядеть менее престижа? Они не захотели с нами петь У нас демократия Это стихийно получилось Один, второй, третий и петь стали И соединились Ясно, что Если душа поет, все будут петь Надо Бога славить Всегда Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Второе фессалоникийцам Первая глава, пятый стих Доказательство того, что будет праведный суд Божий Чтобы вам удостоится Царствие Божие, для которого и страдаете Толкование Уже сказанным выше он утешил фессалоникийцев именно тем, что сказал Благодарим и хвалимся Но теперь он дает то, чего больше всего ищет страждущий То есть освобождение от бедствий И наказание тех, которые причиняли им зло Таким образом, вот что означают слова апостола Переносите бедствия в доказательство того, что суд Божий Праведно удостоит вас Царствие Ибо если вас гонимых, венчает, а тех наказывает То в этом обнаруживается правда его Великое доставляет им утешение, показывая, что они не только по благодати увенчаются А по правде Получая Царствие как возмездие За собственные труды и поты Таким образом, не потому властвуют над вами гонители, что они сильнее А потому, что страданием приобретается Царствие Небесное И эта мена необходимо должна совершиться Особенно таким образом и не без труда Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие Говорит Господь И главное, возмездие вам надлежит получить У нас слово возмездие означает наказание Тут, конечно, по-русски надо написать И вознаграждение вам будет, Царство Небесное Возмездие вам, Царство Небесное Понимаете, когда переводили, в то время Значит, значение этого слова было более широкое, чем сейчас А сейчас его сузили Можно Можно Тут имеется в виду, может быть Царствие Небесное мы получим По грехам нашим Как это может быть возмездие Хорошо По грехам нашим мы получим Небесное Царствие Ну, это не есть, это тоже может быть За страданием, он говорит Если мы страдаем, знаете И подлежит нам на вознаграждение Слово возмездие То есть возместит Господь Награды имеется в виду здесь Награды Сектантов как уверовал и все А если страдания какие, любыми путями его избыт А православный Бог дал, Бог взял Он благодарит Бога Православная это вера, она ближе к мусульманской У тебя вообще не сопротивляется Только благодарить Бога Попала твоя корова Сиди она там Сам потонул, значит Никто не имеет права тебя спасать Вот вера глубокая какая Продолжим Ибо праведно пред Богом Оскорбляющим вас воздать скорбью А вам оскорбляемым Отрадую вместе с нами В явлениях Господа Иисуса с неба С ангелами силы его Толкование Ибо если справедливо Пред людьми То тем более пред Богом В обыкновенном разговоре мы привыкли говорить Если Бог ненавидит злых Или Если Бог заботится о делах То будет то В полной уверенности Что слушающие Необходимо ответят Конечно ненавидят Так и здесь выражение Ибо праведно Значит конечно праведно Нельзя сказать Что как временные Причиняемые вам скорби Так же временные будут и наказания Которые взамен их последуют На ваших гонителей от Бога Напротив Последние будут бесконечны Таков же будет и ваш покой Вот и другое утешение Так как фессалоникийцы Имели быть участниками В венцах вместе с Павлом Достигшим такого совершенства Явлением Господа Он называет второе пришествие его Утешая их и этим Ибо говорит Ныне он сокрыт Но не падайте духом Он откроется как Бог и Господь С неба Которое есть престол Божий С ангелами силы Потому что ангелы Суть силы То есть сильны Посему Зачем вам унывать Когда мы имеем такого Господа У которого слуги суть Ангелы силы Те, которые гонят вас теперь Понесут наказание И не избегнут его То есть мысль продолжается Ну вот еще Поминается об ангелах С неба И Толкуется о величии нашего Господа Поэтому Унывать нам не надо Если гонят нас А если не гонят То благодарить за это тихое Мирное время И просить о его Продлении Дабы И это угодно тоже Богу Потому что Идем на благовестие Никто нас пока не сажает И слава Богу не гонит И можем Благовествовать О Господе нашем Раздавать Евангелие Второе Фессалонкисом 1.8 В пламенеющем огне Совершающего отмощение Не познавшим Бога И не покоряющимся Благовествованию Господа нашего Иисуса Христа Толкование Кого прежде назвал Оскорбляющими их Теперь Тех теперь называет Не познавшими Бога Этим он Весьма мудро научает Что отмщение Во всяком случае будет Ибо если не за вас То за себя Он непременно Отомстит врагам своим Господь Таким образом Это сказано для того Чтобы фессалонитийцы Были вполне уверены Что гонители Во всяком случае Будут наказаны А предыдущие Сказано для того Чтобы они утешились Что ради чести Их Бог накажет Гонителей их Если он наказывает Тех Которые препятствуют Другим Слушать его Каковы и есть Теперь Ваши гонители Выражение Выражение В пламенеющем Огне Можно отнести Или к словам Совершающего Отмщение Как бы сказал Наказывающего Неверных гиенны Или так В явлении Христа Которое будет В пламенеющем Огне Как говорит Давид Пред ним Идет огонь И вокруг Попаляет Врагов его И Даниил Огненная река Выходила И проходила Пред ним Даниила 7.10 Заметь Что в пламенеющем Огне Сказано Вместо В огне Жгучем Но не светящим Для грешников Огонь Будет Только Жгущим Но Не светящим Для праведников Светящим Но Не жгущим Вопрос Здесь Апостол Их Как бы Утешает Тем Что Гонители Будут Наказаны И Как это Свяжется С тем Когда Молятся За гонителей И Господи Да не Мни им За грех За распинателя И Христос Молился Отче Прости Ибо Не ведают Что творят А здесь Он Утешает Тем Что Непременно Гонители Будут Наказаны И Как бы Немножко Нестыковочка Такая Получается Так это Одно и то Говорит Только Разный Этап Одно Только Вольница Не Вмени То есть Забудь Как будто Они Не говорили А другой Уже Все Приговор Вынесен Теперь Не наказывай Это Об одном И том Говорит От одного Предложения Разорвано На два Места О чем Тут Думать Что-то Я не Уловил Как Не Наказывай А Приговор Вынесен Кому Вынесен Грешник Если Вынесен То Как Не Наказывай В будущем Так Простил Он Или Нет Нет Конечно И апостолы И учителя Церковные Молились О гонителях А Бог Простил Нет Конечно Они Дальше Житие Святых Продолжается Они Остаются Такие Же И написано И пошел В ад Прямо Написано Так За него Молились Молиться Это нам Дано Указание Чтобы Мы Сердцами Не Ошесточились А Они Получают По Суду Божию Христос За всех Молился Однако У Христа То стояли Это два Человека Покорнили Там И все Лонген Больше Никого Нет А там Целый Полк Написано Полк Выставлен Был Что тут Непонятно Тут Понятно Бумажку Так Всегда Кладите Чистую Иначе Вот Это Вот Все А Через Руку Отпечатывается Там Испортите Книгу Он Они Гонители Они Уже И в этой Жизни Наказываются От Господа То Здесь Уже Господь Защищает Ну И не говоря Уже О будущем Ну Понятно Что Накажет А нам Дано Молись Многие Молились Они Как Анфимы Некомедийство Между собой Воины Договорились Давай Отпустим Этого Старика Мы Тебя Отпускаем Я Не пойду Никуда Вас Послали Вы Арестовываете Все Арестовываете Идите Меня Христос Это Не заповедовал Он Ведь и другой А это Совсем Непонятно А если Такая Заповедь Чтобы Лезть туда Нет Такой Заповеди То есть Христиане Настолько Горели Огнем Что Сами Просились Напрашивались Как говорят Тогда Церковь Вынесла Постановление Запретить Это Прямо Сами В огонь Огонь На дожипе Еще Шли И написали Не утруждаю Что мы Вас Искали Если Вы Христиане Лезьте В огонь Приходили В огонь Бросались Все Жития Из-за 5 Октября Льма Май Святая Доросида У меня Шаг Не Тихо А если Они Сами Бросались В огонь Это Само Убийство Само Убийство Или Златоуст Прославляет Несса Это Златоустова Потому Что Где Это Написано Там Спорь И написано Творение Припись Златоустов Пришли Его Брать Она Дева А там С ними Что Хотели Делали Она Говорит Я сейчас Переоденусь Чтобы Они сидят Она На второй этаж Поднялась И оттуда В бокло И грохнулась И разбилась Ну как Со второго этажа Что на смерть Это же не Огни Ну так уж И прославляют И я знаю Она сохранила Девство Ну девство И жизнь Ну когда Обращались К Дмитрию Ростовскому Ну и к Серапиму Также Когда Петр Борода Рубил Что делать Он говорит Смертной казнью Грозит Ну если голову Отрубят А прирастет Голова Нет А бороду Отрежут Прирастет Прирастет Ну изберите Меньше Ну пусть Бороду режет А я уйду Она отрастет У меня У меня же Она была Обрита В тюрьме В лагере Вот так Вот так И здесь Что бы Они над нами Не делали На себя В руки не наложу Буду проповедовать А образец Это Климент Анкирский 29 лет 11 месяцев Мучили Не в тюрьме Я сидел А мучили У него Говорит Ни одной Клеточки Тела не было Которое Его было бы Которое Заново Наросло И вот так На пике Поднимали И на ножи И вот Через На ножи Проходили Через Дельок Через Печень На то яму Несовместимой С жизнью А он живой был Один такой Проветели Меняются Гонение Уже затихать Стало Его все Мучают То И все А в конце Отпустили Отпустили Он начал Литургии служить В воины Ворвались Отрубили голову Она только На коже Повисла И упала Сагафангелов Вместе Двоих И все-таки Умер В алтале И вот Когда матери Молятся О детях Своих Редко Когда знаешь Какая молитва А здесь Мать умирала Когда Молилась И просила О нем Сына За руку Держала Климента Ему Кажется Шесть лет Было И убеждала Гоняя Гоняя Будет Сынок Ты умри Представь Я буду Мать Мужченика Какая Мне слава Будет Я вырос Я у тебя Ты пошел За Христа И он Стал Каким Мужчеником Алимент Амкирский В честь его Назвыл наш Православный Трудовой Лагерь Христа Потеряете В 312м году Его казнили А уже в 313м Уже Эдикт Константина Год буквально Не дожил До До Горбачева Когда откроется Гласность Горбачев Это же Помазанник Божий Христос Настоящий Не веришь Наверное Потому что Писания Не знаешь А царь Кир Вавилонский Был Помазанником Христом Был Маленькой Бухой Конечно Он отпустил И вернул Все золото Все что отняли От храма Горбачев Открыл Храм Свободно Выше Тысячелетие Православной Веры Отпраздновали В 89м Году То есть Он как Царь Кир А тут Господь Говорит Идите Скажите Киру Моему Помазаннику Слово Помазанник Отначает Христос Я ничего Не добавляю Тот Который Освобождает Горбачев Это Самый Настоящий Помазанник Согласно Слову Божию За один Это Не за то Что Страну Разрушил А этот А ему Нигде Не поминают А это Главное Заслуга Для чего Он пришел Он Раскрепостил Церковь Раскрепостил Анекдот На кухне И Главная Мысль Какая Была Согласились Показать Человеческое Лицо Социализма Ну здорово Человеческое Лицо И Критика Разрешается Партия Разрешает Нельзя Чтобы Критиканов Забирали Это И стали Показывать И там Такое Чудовище Выжил Такой Монстр Показался 66 тысяч Миллионов Только Невинных Убили Внутри Страны Любого Могли Рассказать Любого Кто бы Он ни был И вот Увидели Этот Социализм Видишь Какие перестройки Только Сказали Перестройка Я в тюрьме Был В 1866 году Я говорю Перестройки Это значит Строили неправильно Ножи признать Что 70 лет Шли не туда Вот это Еще нужно Сказать Ну ясно Не туда Еще перестраивают Вот стол Стоит И стой А я хочу Стол переделать Ну что Выше его Ниже Шире Значит Он неправильно Был сделать Котину Надо перерисовать Она неправильна Нельзя Для кого-то Ребенка Другого Уж Какой есть Она портит Только бумагу И научи ее рисовать И она это поймет Отдай хорошему художнику Он ее нарисует На очереди В течение одной недели А тут она рисует Непонятно Что Щеркает Я видел Ребятишек Совершенно Заброшенных И когда ими занимались Какой он делает С ребенок Какой талант У него открывается В лагере Сорим Нигде Приходится только Маленько Сзади смотреть Когда он что-то делает Что он делает Чем он увлекается Вот у меня В лагере-то были Дети старообрядческие И помнишь Илюша А второго как звать Рома? Роман Роман Куц Фамилия Старообрядца Да конечно Давай напишем Посторонним Вход воспрещен Славянскими буквами Так и пишет С твердым знаком Такие буквы Как положены кривые Так все как надо Да и рисует хорошо У меня янах порисовала Адрей-то рисует Настин Мужик и глухонемой То есть И ребятишки Вот так Почему он глядя на него Учится А вы его не учите Ее Она так и черкает Она бумаги уже перепортила Ей не заработать на нее На бумагу Я уже сколько раз говорил Зачем она черкает Нету этого таланта Или научите развейте Ну Он не знает что строить А научился гвозди забивать Ну мы не даем ему Молоток и бей Надежда Васильевна Как-то привела Тут одного Не знаю Тут у меня или нет Алектина Внука ее Я говорю Как же ты привела То зачем Я знаю Он не хулиганист Ребятишки Ну вот это Ну Он не куда еще А я в окно смотрю Он ходит Вышел Сразу зыркает Что надо Гляжу Гвоздь нашел Гвоздь нашел И кирпич Он взял тогда Кирпич Гвоздь И посередине Нашего Машины стоят Посередине Асфальта Начал его забивать Я бы никогда Это даже не додумался А ребенок Вот такой вот Вот такой Не больше Он талантливый На разрушение И где бы еще Не видел Он сразу сообразит А она его еще Принесла Привела сюда Оставила Сама ушла А когда вернулась Она не узнает Чей этот двор Мой или чужой Он ее саму яч Сделал чужой Маленько Так глядите Чем дети занимаются Вот он Перед вами Ты не думаешь Что он кино показывает Он кинолог Брошенная собака Может только лаять И убегать А он ее сделал Чемпионом России Это какой Талант-то надо иметь А если бы он так И с людьми Обращался По-другому было Он не разводился Никогда Ну Это нам вообще И я видела Как он собак Дрессирует Талант Есть Но Талант Маленько Другой Вот и раскрыли Тебя Что Что ты говоришь Заглядели Это понятная тема Понятно Не давай Воде выхода А злой жене Воли над собой А ты с первого дня Перед ней согнулся А дальше Она тебе уже Что хотела И плясала И стирала На тебе Вот и висказ Не давай Ну и не тромбуйся Это юмор Тихо 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 Кусара Тихо Переходи К нам Пошире Надо смотреть Вперед Второе Хасланипитам 1.9 Которые Подвергнутся Наказанию Вечной Погибели От лица Господа И от славы Могущества Его Толкования Итак Где оригенисты Баснословящие О конечности Мучений Его То есть Мучения Павел Назвал Вечным Каким же образом У вас Вечное Может быть Временным Здесь Апостол Показывает Легкость С какой Это Совершится Для этого Говорит Не нужно Каких-либо Усилий Но Достаточно Явиться Богу И всех Непослушных Постигнет Наказание Один Вид Его И Пришествие Будет Для одних Светом Для других Наказанием Ибо Он Не просто Придет Но Со Славой Крепкой Слава Его Не без Могущества Будет И Могущества Не без Славы То есть Он Явится Как Царь Всемогущий Вчера Фильм Смотрели Как Называется Восставший И там Не царь Говорит А король Так И так Не привычно Король Мы все привыкли Царь Царь Царей Царь А король Королей У нас Король Только А у русских Не играет В карты Называется Король Не говорят Что она Принцесса Или как И царь Какая разница Король И царь Одно И то же Но Однако Картеж На Экеле Русского Соля Не прилепили А король А король Там У поля А что Спрашивают Нам Ляхи Бей Так Что понимали Ляхи Затватили Город Москва И сидит Ирина Ростовская Цепями Обложены На себе Беридии Носить А каждому Охоту Хоть Маленько И Какие Сцепи И наконец У него Груна Получилась Том 5 И он Носить На себе Нельзя Он Теперь На этих Цепях Спит И пропитала Благодать И кто Приходит Больной Его Тащил Цепям Развалят На этих Цепях И он Сразу Глаза Открывает И пошел Болезни Ушли Вот И считай И когда Спросили Его Там Москва Захватили Где-то Захватили А почему Терпит Гнать Их Надо Стал А мороз То градусов По 40 Он до соседнего Села Дошел Пальцы Отмерзли Он И назад Ворвался Пальцы У него Отболели Он Второй раз Уже Не пошел Это места Селее Мерзат И говорит Там Бесы В образе Человеческом Ходят Я когда Это стал Говорить Жордан Виле И вот И со словами Лернарха Ростовского Привел Из жития Святых Дмитрия Ростовского А ко мне Подошел Там один Протодьякон Или кто Очень такой Расположенный Ко мне Говорит Вы сейчас Тут говорили Это Прокровь А тут Некоторые Вами Недовольны Были А кто Поляки Тут есть А вы Сказали Ляхи То Так я Говорю Что Говорю Я Привел Написано Несколько Веков Назад Но Все равно Обильно Бесы Вот так Мне интересно Меня всего Интересовали Переживания Ни одного Человека На земле Кроме Гитлера Какие были У него Переживания Когда начали Отступать Сталинград Курская Битва Что внутри Какое Было И вдруг Оказывается У него Одна Секретарша Юнг Там Трюль Или как Ее зовут Юнг И как Ее там Устроил То Борман И она У него С 42 Года Была До Дня Смерти Его В бункере Пребывала С ним И она Живая И ее Теперь Фильм Берут И она Говорит По немецки Хороший Перевод И отдельно В Ворде Я Общара Батюшке Все дал Сразу Как Говорит Говорит Она А мужской Голос Переводит А другой В Ворде Я его Проверил Там Все Выправил Ну Видно Что она Была Красивая 70 с лишним лет И все время Курит Курит Но видно Лицо Сохраняет Видно Какая Она Была Гитлер Сказал Говорит Вот Вас Взяли Мне от вас Ущерб Только Вы Красивые Девушки А у меня И в охране Везде Офицеры Молодые Я только Привыкну К вам Опять Нет Так И получилось Она Месяца Два Там У него Пробыла Ее Офицер Сосватал А его Направили В командировку Во Францию А англичане Там Бомбили Его Убили Но Она Молодая Вдова Юнг И он Только Ей Сказал Это Ей 22 Года Было Она Говорит Мой Пюрер Обо Можете Не Беспокоиться Вопрос Мужчина Меня Не Последние 22 Года Не Беспокоит Ей 22 Года Я Потом Когда Сказал Я думаю Что Я И он Совсем Не Такой Был Какой Он Был Вежлив Вниматель Мне Нужна Была Отца Не Была Отечественская Забота Он Такую Проявлял Ко Всем Как Из Набирали Вот Этих Набрали Сколько Там Десять А ему Нужна Одна Привезли В поезде И Где Там Неделя Несколько Жили В поезде И Потом Ночью Пришли И Повели На Конкурс Гитлеру Куда Ну И Он Начал Ей Диктовать Это Отобрали Там А теперь Из этих Он Сам Будет Отбирать Ну Я Стал Отпечатать У меня Руки Дрожат Я Когда Гляну Это Только Китайский Иероглик Ух Что Напечатало Не Пойму Но Его Вызвали На Разговор Когда Он Ушел Я Скорее Лист Выдернул И Спокойно Теперь Все Напечатало Он Посмотрел Да У вас Ошибок Меньше Чем У Меня Возьму Ну Такое Интересное Интервью И Она Одна Весь Фильм Фильм Снятый И Буквы Идут По Английски Что Она Говорит Вот Тут Я Маленько Увидел Его Какой Он Особенно Он Пережал После Сталинградского Окружения Битвы Им Наказали Строго Насрого Нигде Вопросов Не Задавайте Об Этому Ему Чтобы Пойти Пройти Не поздоровать Не зайти Не по Здоровья Не узнать У него то не было Это совершенно Другой Человек Какой Был Там Как Он Кричал Говорил А Когда Говорил С этим У него Голос Совершенно Другой Был А Его Здоровье Говорит Что У него Больной Желод Почему Мало Был И Когда Покушение Было Мы Услышали Взрыв Выбежали Приехали Как Это Что Было И Когда Мы Зашли Нам Даже Смешно Стало Смотреть На него Волосы Все Дымом Стоят Торщиком Когда Вернулся Завал Здание Разнесло Он Живой Провидение Меня Сохранило Опять И Гляжу Штанишки На нем Порваны Они Увидели Это Всегда Не Таким Ухоженный Всегда Чистюля Такой Если Собаку Тот раз Рукой Провел Обязательно Руки Пойдет Мыть Блондия У него Кажется Была Эта Собака Она Могла Петь Как Одна Артистка Выше Ниже Житона Брать Очень Умная Была Но Самое Последнее Она Говорит Я Не знаю О чем Он Думал Но Видно Было Последняя Отрешенность И Наконец Ее Отозвал Сорунку И Говорит Ты Не Нужна Зайдем В комнату Завел И Говорит Садись Стенографируй Не Печатай Стенографируй Я буду Быстро Говорить Завещание Для Америки Для Германии Германского Народа Понимаете Я Думал Сейчас Наконец Я Узнаю Тайну Что Он Говорит Тайное Сердце А он Ничего Нового Не Сказал О том Что Еврея Уничтожать Надо Если Они Хвасте Придут Нам Жития Никакого Не Будет Добромоющие Все Растерзают Страну Березовские Они Другими Быть Не Могут Решение Вопроса Только Покончить Ими И дальше Германский Народ Оказался Недостоин Своего Фюрера Поэтому Ему Не За Чем Жить Тут Другой Народ На их Месте Будет Он Дает Завещание Денец Оставляет Поминает Тут Борман Был Теперь Когда Она Записалась Она Ничего Не Узнала То есть Покаяния У него Не Было Я То Еще Чего Когда Началось Вот Это Не По Его Все Эти Колдуны Астросенсы Его Предсказывают Нету То Что Это Такое Оказывается Еще В 40 38 Году У Них Уже Были Переносные Эти Сейчас Эти Которые Глазком Фотографируют Где-то Ну Записи И Мобильные Телефоны Уже Были Которые Когда раскопали Там В архивах Где-то И приборы Эти Увидели Но Сделать Уже Никто Не Мог А Где Получили Шамбала От Буддистов Пошел Я Все Все Слушаю Меня Такая Тема Интересует Второй Фессалакийцам 1.10 Когда Он Придет Прославиться Во Святых Своих Приедет Или Приедет Приедет Тут Йо Зачем Поставили Второй Фессалакийцам 1.10 Когда Он Приедет Прославиться Во Святых Своих И Явиться Дивным В день Он Во всех Вервавших Так Как Вы Поверили Нашему Свидетельству Толкование Когда Люди Противящиеся Ныне Евангелию И Превозносящиеся Увидят Что Те Которых Они Мучили Стали Участниками Бесконечной Славы Тогда Явно Откроется Слава Божия Ибо Слава Их Есть Его Слава Так Что Чем Он Прославляет Святых Тем И Сам Прославляется Подобно Тому Как Его Богатство Состоит В том Что Есть Верные Так И Слава Его В том Что Есть Такие Люди Которые Будут Наслаждаться Его Благами То Есть Чрез Уверовавши Здесь Предлог Во Вместо Чрез Ибо Когда Людей Злосчастных И от Всех Преследуемых Он Удостоит Такой Славы Тогда Обнаружится Его Сила И Иначе Когда Предстанут Посреди Судилища Те Которые Перенесли Бесчисленные Бедствия Будучи Принуждаемы Отступить От веры И все Таки Они Не Отступили Тогда Обнаружится Слава Божия И Их Слава Дивен Говорит Будет Бог В тот День Потому Что Вы Поверили Нашему Свидетельству И Проповеди То есть Потому Что Вы Уверовали И Соделали Себя Достойными Тех Благ Которые Дарованы Будут Тогда Верны Хорошо Сказал Выше В день Оный Ибо Тогда На деле Они Покажут Себя Истинно Верующими А Теперь Многие Притворяются Верующими Поэтому И Премудрий Говорит Не Считай Человека Счастливым Прежде Смерти Многие Притворяются Верующими Притворяются Не Переходите На Личность Продолжим Второй Фессалониейцам 1.11 Для сего И молимся Всегда За вас Чтобы Бог Наш Соделал Вас Достойными Звания И Совершил Всякое Благоволение Благости И Дело Веры Силе Толкования Что Ж Разве Они Не Были Званы Да Были Но Не О том Звании Говорит Апостол Ибо Потому Много Званых И Не Имевший Брачных Одежд Был Зван Матфея 22.12 Звали Были И пять Дев Матфея 25.11 Но И он Простите Но Ни он Ни они Не Вошли Звание Здесь Апостол Разумеет То Которое Подтверждается Делами И Которое Собственно И Есть Звание Как И Вера Настоящая Есть Вера Деятельная Поэтому Он Прибавляет Следующее Такое Говорит Я Разумею Звание Чтобы Всякое Благоволение Божие То есть Все Что Ему Господу Благоугодно И И Исполнилось В Вас И Вы Явились Такими Какими Быть Вам Желает Бог Ни в чем Не имея Недостатка Здесь Апостол И Смиряет Их Гордость Чтобы Они Не Превозносились Многими Похвалами Показывая Этим Что Они Еще Несовершенны Да Соделает Говорит Бог Вас Терпение Гонений Совершенным Каким Образом В силе То есть Усилив Вас И Укрепив Ибо Терпение Есть Дело Веры Так Что Кто Не Имеет Терпения Тот Не Показывает И Дело Веры Вопросы Двенадцатый стих Да Прославится Имя Господа Нашего Иисуса Христа В вас И Вы В нем По Благодати Бога Нашего И Господа Иисуса Христа Толкование Если Будет В вас Все Сказанное То Еще В этой Жизни Говорит Апостол Имя Господа Прославится В вас Ибо Когда Увидят Вас Терпящими Всякое Искушение Из Любви К Владыке Своему То Это Слава Ему Будет То То Что Он Настолько Благ Что Рабы Готовы Умереть За Него И Настолько Силен Что Укрепляет Вас Терпение Но И вы В нем Прославитесь Тем Что Настолько Верными Оказываетесь Что Все Претерпеваете Ибо Слава Раба В том Чтобы Чтобы Быть Верным Владыке Своему Еще Иначе Страдание За Христа Есть Слава Потому Что Оно Делает Людей Более Чистыми Всегда Готовыми Придаться На Смерть Показывающими Себя Выше Смерти И Это Говорит Апостол Зависит От Бога А не От Вас Благодать Его Есть И То Если Говорит Господь Прославляется В Нас Когда Мы Ничего Не Предпочитаем Ему Как Сладчайшего Всего И То Если Мы Прославляемся В Нем Когда Получаем От Него Силу Переносить Все Испытания Никита Хватит Разговорим Потом Перезовем Вот Как Сказать Я Страдаю Ради Христа Ради Христа Или Нет У Тебя Муж Не Верующий Там Всякое Бывает Ты Страдаешь Переносишь Не Уходишь Ради Христа Или Деваться Некуда Что Смеешься Ты Так И Есть Кто Страдает Еще Муж Со Мной Страдает Нам Нужно В эту Строку Вписать Страдает Ради Христа Тебя Оскорбляют Дети А ты Продолжаешь Ну видишь Что они Не выросли Не верующие Совсем И этот Омолиться Не хочет Нисколько Ты Ради Христа Или За Свои Поступки Терпишь Вопросы Надо Ставить Все Растут Говорится Будет Награда И Наказание Они Делали Все Только Такое За Что Меня Бить Хозяин Поэтому Только Не Приходи Христос А тут Дух И Невеста Говорят Приди И Слышать Скажет Приди Я Жду Он Разрешит Все И Все Кто Против Говорят Их Как будто Не будет Никогда Ты Увидишь Совершенно Другую Картину Об этом Говорится Вторая Глава И Дальше Придмудрец Соломона А мы Издевались Над Ним Как Он Сопрещит К Сынам Божьим К Сынам Божьим А мы Думали И Так Мы Ошибались Это Они Сами Себе Говорят Тьма Ослепила Нас Но Если Есть Полная Библия Посчитайте Придмудрец Соломона Не Каноическая Книга Вот Как Дело Будет И Воздыхая И Раскаивая Будут Бить Себя В Грудь А Мы Издевались Над Ним Но А Тут Понятно И Будет Открыто А Верующий То Делает Мы Страдаем Ради Христа Ну Ради Христа Или Нет Как Узнать У нас Ужив Нас Обидеть Многие Хотели Бы Я Ну Мне Прямо Говорили Мне Многие Ну Представь Сти Четыре Человека Заклялись Не Пить Есть Пока И Все Разрушила Жена Женщина Одна В Это Время Когда Я Готовился К Экзаменам На Рубке Корабля Багерская Рубка Она Пришла Туда Белье Развешивать Она Нерабочая А Потом Когда Выезжал Туда Подошел Один Из них И Сказал Мы Готовились Как раз Убить Тебя В этот День И За Борт Выбросить Притом Ни Грама Перед Ними Не Был Винов Я Говорю Володя А За Что А У 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 Баба Верующая Она Жаловалась Он Меня Порол Как Я Сказал С тех Пор Если Верующий Где Встречу Буду Мстить До Смерти Почему Бабки Нет Умерла Отец Ушел А Во Мне Это Все Осталось Кажется Корабль Если Б Заколыхался На Ровной Ваде Я Б Так Не Удивился Как В Этот Момент Я У Уезжаю Ухожу С Корабля За Мной Пришел Катер И Он В Это В Это Признается Босс Одессит Где Ради Христа А Это Обстановки Сколько Может Быть Такой Ты Пенсию Получаешь Сколько 11700 Вот А У У меня 6500 Еще Больше Моего Заработала Какой У тебя Трудовой Стаж 35 И У 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 Так Я Таскал Крыжи Рельсы Шпалы У 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 А почему пенсия? Мне не давали работать нигде. Я блокирован был властью. Нигде не давали работать только при своем отделе милиции в неведомственной охране. Меня туда приняли. Уходит со мной милиционер, у которого должен устраивать возвращающихся зэков устроить на работу. Всех устроил. Со мной ходил, ходил Венц Евгений, майор, железнодорожный отдел милиции. А там Власов был, Виктор Сергеевич. Хороший милиционер. Потом стал представитель президента Полтайскому краю. Шуба, которой Николай был на его месте. И он говорит, я ничего не мог сделать. Первый раз встречаюсь. Что это такое? Указание КГБ, что все время был под присмотром. Я туда не пойду в милицию, а меня затолкали. А если два дня прошло, то у нее я здесь садить надо. Где она справедливость-то? Ее нету. Вот теперь я страдал это ради Христа или нет? Когда меня арестовали, судили. Статья за златоуста жить. Это я за Бога. А вот это-то, что мне не давали работать, пенсии-то у меня нету. Как это? За Христа или не за Христа? Вот теперь я и должен узнать. Себя успокоить. Да. А почему? Я уже отсидел. И такому человеку нет доверия. Даже в охране, помню, РТИ было. Меня проверили. Все. Готовили. Только осталось. И все равно не привели. Как я реагирую на это, как я считаю, от этого зависит. Самое простое. Сосед мне мстит. А я в окно сижу, смотрю, уголь привез. А сарай на той стороне. Грижу, она оборачивается. И уголь насыпает ведра и понес домой-то. Грижу опять приходит, уголь хороший, опять два ведра и опять понес. А я в сарай-то еще не занял, только вывалили. А он меня увидел. Фамилия его Блинов. Я его знаю. Мужик-то неплохой. Но он берет и отглядывается. А я сижу и махну. Я его вижу, сижу. Я вижу, он так страдает. Я подошел, он меня не видел. Я говорю, уголь-то хороший. Он у меня так. Я говорю, ты только это, не таись. Я вижу, как ты страдаешь. Бери, у него много тут угля, а мне хватит. Я его успокоил. Да он такой друг стал. Да бери ты, бери. У него ребенок, холодно ему. Угля не привезти, денег нету. А мне привезли. Ну, он меня не видел. Может быть, попросил бы. Ну, лучше не просить так взять. Вот как я на это отреагирую. Мой ущерб, я ради Христа. То есть, Христос это дал, не я. Он меня к этому побудил поступку. Не то, что я хороший, просто я верующий. Я увидел, и все. Я сижу, кто-то в дверь стучит. Кто там? Дедушка, вы здесь живете? Ребятишки. Я вышел, а там ящики с виноградом. Вот такая ящик на ящик. Вот такая стопа полута. Они поезд там останавливаются, грабят. Вы с нами в прошлый раз-то тут говорили. Ты нам еще из этой книжки посчитай. Я говорю, а это откуда вы взяли? Это ваша работа? Да, это мы вам подарок принесли. Я говорю, сначала, пока поезд не ушел, внесите туда, а потом придите, я вам посчитаю. Они полезли. Первый раз, им друг много. Их компания. И они друг друга на линию тогда-то в вагон-то туда надо занести. Они в окно. В окошко, а там один залезет, а потом подают товарники. Так, я от всего отказался. Ради Христа или нет? Ради Христа. Вот ради Христа это проверять очень легко, как я понимаю. Был бы я неверующий, как? Все по-другому было бы. Абсолютно все. А ради Христа, то есть я люблю моего Христа, я ради Его это сделал. Понимаешь, вот на все, на все надо смотреть сквозь призму священного писания. Я иногда спорил, ну как сказать, спорил, не соглашался зря. Ко мне приехал отец, он ехал, я его встретил, он идет, он обезрухий такой. И в коридоре выскочила собачокка тяп-тяп, а он привез лука своего, моего племянника. Он, холера такая тут, я тебе половинкой кирпича-то профугую по спине. Что она тут ловит, укусит ребенка. Я говорю, да нет, она как кошка, она забегает, и там дырка в подпол, она в подпол, собака ныряет. Ну маленькая совсем. А отец-то собак больших держал. А тут нигде никого собака не трогала, только ребенок вышел, аж сразу укусила. Сразу же укусила, первый раз. Я-то я вспомнил, а я с отцом-то не согласился. А он-то прах. Как он знал это? Осторожность. Такая, я доверился, все. И она его тяпнула, за ногу укусила. Понимаешь? А я теперь как? Теперь с соседями-то я могу как поговорить? Но я по-другому все повел. И они собаку заперли, они выпускают. Почему? Ради Христа. Христос мне повелевает это. Я поселился, а там в комнате жил один. Он из-под пола эти столбы выбрасывал, вытаскивал. Пол вот так провалился, чтобы топиться-то нечем. Доски там отрывает. А квартиру там не отдали, оборачивающего типа. Теперь я только поселился, а тут с четырех квартир в одной самоубийце. И здесь я был самоубийца. В одном коридоре, потом третье. Три самоубийца, один я остаюсь. Как с ними говорить? Мне работать не дают. Лезут и все. Давай, дай мы там три рубля. Три рубля, это бутылка. Что я должен делать? А ничего. Я взял Библию, как только заходят, я тогда в коридор. Идите сюда, заходите, не бойтесь, заходите. Я их всех, садитесь. Мы сейчас посчитаем, с чему нас Христос учит. Вот засобирались, мне некогда, я в другой раз зайду. Никого нету. Я в течение два-три дня и никого не стало. Ни один не обратился, но и ходить больше никто не стал. А почему? Я ради Христа сделал. А по призову, это не я вообще, а был. Вот тут, понимаешь как? Все по-другому. И все это ради Христа. И поэтому страдаем ли ради Христа? Радуемся ради Христа. Где мы по-христиански делаем. Вот как. Определяешь ты, но никто другой. Вон, обращайся. Это я поняла, значит, так как мы понимаем сами себя. Так как мы понимаем. Для чего мы это делаем? Я бы поступил по-другому. Если бы я был неверующий, я точно знал, как бы я поступил. Ну да. Ну, теперь я поступаю совершенно, ни в какие ворота не лезет. Ну, разве так делают это? Ты что делаешь-то? Вот. Он меня обокрал где-то, я узнал, кто он. Я пошел и узнал. Я говорю, ты залазил же здесь, залазил. А почему ты это делал? Ну, по-другому. Я сейчас совсем денег нету. Ну, ладно, я ему взял, вытащил, денег еще дал, погасить его. Почему? Ради Христа. Подходит молодой парень. Хлеба нет, отец. Вот недавно освободился. Я говорю, ты не на вино? Нет. Ну, я ему вытащил, деньги дал. Он пошел, раза два оглянулся. Как только перестал оглядываться, в магазин заходит, я скорее за ним и зашел. И он прошел везде, хлебно, потом подходит и за вино платить. Он только подал, а я руку протянул, деньги взял. Он у меня, я говорю, мы договорились, что если за вино где-то, то отвечать будешь. Я взял деньги, повернулся и пошел. Понимаешь, а то вот какие. Почему? Ради Христа. Где Надежда Васильевна-то у меня? Нету я. Выслан на улице. Идем, а там у нас сарай, а барашка на той стороне. А тут же на дорогу. Мы идем, ну вот идем, же на дорогу. А вот здесь вот сарай, и мужики выпивают. Вы видали, эй, борода, здорово. Что ты думаешь? Я иду мимо, прохожу, Надежда Васильевна. Свои-то бороду повривали, а теперь только... Я говорю, да ты что ты делаешь? Они нервные такие, вот тебе сейчас подойдет бутылка-то по зубам хрясет. Ты что делаешь? И как? Я тогда остановился. Добрый день, безбородые. Ха-ха-ха. Они тогда, ну раз я бородатый, они безбородые. Всего хорошего, безбородые ребята. Хорошо вы тут на солнышке устроились-то. И все, они захохотали. Почему? Ради Христа. Любой поступок ради Христа. Я только беру маленькие эпизоды своей жизни, как они были-то. И как Бог поворачивает. Раз ради него, то будет по-другому. Ты не ради Христа это делал, ради Христа. Вот представь, передачки-то подают в тюрьме определенный день. Родители приходят, записываются, ему положено раз в месяц и дают. А с тюрьма 3700 человек в СИЗО, 17-1 город Барнаута. И мама-то моя сидит и слушает. Моего сына ни за счет взяли совсем. Там виноват. Это не он, это другие. Мама моя слушала, слушала. Ох, бабоньки, как вам тяжело-то. И ваши дети ни в тех ни за что. Да ни за что. А мой-то за что сидит? Он знает за что. Да вы что, и сознался он? Да как сознался. Я благословила его на это. Ты его благословила. А за что же он сидит? Он за Христа сидит. О Боге. Она дальше начала о Боге говорить. Неграмотная женщина. Я его благословил. Он знает за что сидит. Он один виновный на всю тюрьму. Понятно, а почему? За Христа. И она только, мать, мне поглаживал руку. Ты, сынок, знал, куда пошел. Что за это будет? Терпи все. Терпи. Вот это была встреча. А у неверующих еще нет. Он, я матери никогда этого не прощу. Я говорю, а что у тебя случилось? Он сидит там, а я с этой стороны по коридору иду, сотрудничаю с тюрьмой. Даю там Евангелие, все. У меня были буквы тут написаны на поясе, там, живот, про живот написано, живущий-то. И меня нигде не брали-то. А в этот день мать увидела у меня, и постирать надо, и, ну, еще, постирала. В этот день меня арестовали. Я вышел так грабить-то и забыл про пояс-то. Эта мать меня посадила. Никогда я ей не прощу этого. Живые помощи? А? Живые помощи? Ну, конечно. Живые помощи его охраняли. Охраняли, он не попадался. А теперь он попался. И виновата мать. А я-то ради Христа, тут все по-другому. Да. Я вот так понимаю. 2 Фессалоникийцам 1.12 Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Да. Толкование. Если будет в вас все сказанное, то еще в этой жизни, говорит апостол, имя Господа прославится в вас. Ибо когда увидят вас терпящими всякое искушение из любви к владыке своему, то это в славу ему будет. То есть то, что он настолько благ, что рабы готовы умереть за него. И настолько силен, что укрепляет вас в терпении. Но и вы в нем прославитесь тем, что настолько верными оказываетесь, что все претерпеваете. Ибо слава раба в том, чтобы быть верными владыке своему. Еще иначе, страдание за Христа есть слава, потому что она делает людей более чистыми, всегда готовыми предаться на смерть, показывающими себя выше смерти. И это, говорит апостол, зависит от Бога, а не от нас. Благодать Его есть и то, если, говорит Господь, прославляется у нас, когда мы ничего не предпочитаем Ему, как сладчайшему всего, и то, если мы прославляемся в Нем, когда получаем от Него силу переносить все испытания. Первая глава. Вторая глава. Первая глава закончена. Первая закончена? Да. Вторую начнем. Получится еще. Вторая глава. Первая глава. Первая-вторая стихи. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Толкование. Не говорит, когда будет воскресенье, но что теперь оно не последует. Вот чему он учит. Так как были некоторые обманщики, которые говорили, что настало уже время общей кончины и пришествия Господа. К немалому утешению апостол сказал также и то, что верные будут собраны к Нему, чтобы быть вместе с Ним. Как и в первом послании он сказал, что достойные тот час по воскресенье и будут восхищены Господу. Что означает слово молим, то есть упрашиваем вас, чтобы вы не поколебались и не отклонились от правильного убеждения, какое до сих пор имели. Далее. И смущаться ни от духа, то есть через пророчество, ибо некоторые, лицемерно объясняя пророчество, обольщали народ, говоря о пришествии уже Господа. Ни от слова, то есть учением, выражаемым на живом языке устно. Обманщики поддельными посланиями, будто бы посланными Павлом, подтверждали то, что говорили. Не ужасайтесь, говорит, что настал день Господа, то есть пришествия Христа. Мог ли выобразить апостол Павел, что будет какая-то страна на севере, будет называться Россия, и там будут сидеть вот люди, его письма будут читать, да еще будут ждать, когда их кто-то растолкует. Он просто писал письмо. Это у нас написано послание, а в немецком, на самом деле, бриф, просто письмо и все. Вот как в жизни все бывает. Он, конечно, не думал, письмок писал, не киесом, не в Барнавужах. Но что мысли вот такие глубокие, тут понятно. Карифей. Фессалникиесом, это город Солунь. У меня такое впечатление сложилось сейчас, там верующих как будто никого нет. Вот мы были там, русских много, все. Зашли в магазин, там икона продается в Греции, и рядом большой портрет Путина, флаг российский продается. И ни с кем не поговорить, ничего нельзя. Все торопятся. Меня грехи в Афинах спросили. Ты же был у Марина-то? Я еще рассказываю. А видите, это как раз участие. Второй это Николай Кручинов был. Как вы считаете, тут какая вера? Да и хуже гни не было нигде. А вспомни в Риме, как нас встретили, как они фотографировались. В Риме. Вообще. Главное, поп нас среди ночи прогнал от храма. Поехали там страшно, как трудно было, не поправиться, не сходить никуда. А католики приняли. Приняли нас там, как родных и близких. Видишь как. Там Екатерина и Святой храм нас вытолили оттуда. Пригрозили еще своими карабиньярами там. Виктор Страдалец с нами ездил. Для чего страдали это и по сей день продолжается. Давай. Второй офис. Второй офис. Никистам 2.3 Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет. Да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Толкование. Вот здесь толкование. Вот то, что он сказал, в эту строку попадают все сектанты. Баптиисты, адвентиисты. Все тысячи попадают. Антихриста нет. А второе пришествие. То есть у них все на вывернуто. Сначала Бог возьмет, а тут тысячелетнее царство будет, а потом Антихриста. Абсолютно 100% неправильно говорят. И как один все говорят так. Это помутнение разума. Пусть никто и никак. Никто. Ни баптист, ни адвентист, чтобы вас не обольстили. У православных хелиазм отвергнут. И тысячелетнее царство на земле не будет. Это духовно. Это время евангельской проповеди. И все становится на место. Вот в этом преимущество православных, что есть настоящее толкование. Которое не противоречит ни одному писанию Святой Библии. А теперь давай толкование. Толкование. Ни как пророк, ни как учитель, ни как от меня пишущий таковое. Не будет, говорит, пришествие Господа, если не придет отступление. То есть Антихрист. Отступлением апостол назвал его, потому что он на самом деле таков. Он имеет отклонить многих, даже избранных, если можно. Его же назвал и человеком греха, потому что он совершит всякое беззаконие и других натолкнет на беззаконие. И сыном погибели назвал, потому что он и сам погибнет. Кто же он такой? Уже ли сатана? Нет. Но некий человек, принявший всю его силу. Андрею Кураеву сказали, ну вот вы, как вот, в комплексе придет, как будет? Я подойду и по здоровью скажу, рад познакомиться. Рад познакомиться. Что он имел ввиду, что рад мысли той, что я узнал твое истинное лицо, потому что многие это... Рад, что я не обольщенный, потому что обольщенный это будут его принимать как за Бога. Потому что эта мысль ему была. А то я что-то мне не верю. Потому что он дождался уже. Я думал, что все-таки христиане, а не сатане. Да. Это, наверное, такой страх будет. Мы даже слова не сможем сказать. Да? Как? И такой страх трепет будет, что мы слова не сможем сказать. Мы упадем и будем лежать. Перед антихристом, что ли? Нет. Когда Христос явится. Главное, что будет выдавать себя не вожня революции, как это выдавал-то, а за Бога. И в храме сядет, как Бог. Требуя себе по щитки. Да. Но вот о тысячелетнем царстве Христа, они, баптисты, адвентисты, утверждают, что тысячелетнее царство Христа будет на земле. Будет. Его нету будет. Оно будет. Но перед этим царством церковь будет восхищена на небо. Ну, может быть, одновременно. А с кем тогда Христос царствовать на земле будет, если церковь на небо? С грешниками будут будут колотиться друг с другом. Нет. Но они-то, они же понимают, что царство Христа на земле, церковь восхищена, церковь на небе. А царство на земле со Христом, с кем? С грешниками он будет царствовать? По их нему-то. И которые верующие такие полукровки, они остались и будут воевать. Теперь своей кровью будут получать спасение. Книги даже написали такие. И вот говорят, что некоторые отнимают они веру, когда говорят, что воскресенье уже было. Но сегодня баптисты не говорят. Но раз они верят, что оно будет здесь, и после воскресенья будет жизнь, то рано или поздно вы войдете в это, когда скажете, оно уже было. Ну, раз оно на земле, оно должно наступить, да? И будут люди такие, которые переживут до конца тысячи царства, да? И будут говорить, воскресенье уже было. То есть они должны сказать, рано или поздно это. Вам понятно, что говорю? То есть они говорят о том, что эти слова, воскресенье уже было, будут говорить люди, живущие на земле. А по нашему-то учению этого нельзя сказать, что будет на земле. Потому что только Христос явится, и мы воскресли, и жизни ни одной секунды уже не будет. Нам даже сказать нельзя будет. Мы никак не попадаем в это. Говоря, воскресенье уже было, жизнь продолжается, и разрушают некоторых веру, Павел говорит. Мы никогда не попадем вот в эту графу. Потому что у нас при всем желании сказать нельзя будет. А воскресенье было. Когда воскресенье, и сразу возносится. Сказать-то некогда даже. Даже поэтому и то видно. А вот ягодисты говорят, что они на земле останутся, они здесь будут. Вот тогда вот после этого они, то есть останутся, да, у них вера такая? Они говорят о райских обителях. Там будут 144, а остальные на земле. 164 тысячи. А там будет 144, а здесь, наверное, остальные. Мир на земле, в человеке благоволение. А где он будет? И земное, и небесное соединиться. А как соединиться? А разве, если когда написано, воспевает в откровении, то никаких перегородок между ангелами и людьми нет. Ангелы будут, кажется, люди-то будут духовные. Плоти-то не будут, питаться так-то не будут. И потом, все время, как бы, непрерывная возрастающая радость. Как бы обновление чувств. Благодарности, славословия Богу. И тут же ангелы. И ангелы-человеки вместе будут. И тело наше будет подобно его телу. Вот интересно тут, толкование, только в одном месте. Толкователь говорит, о-о-о, подумать страшно. Тело наше подобно Господу. Вот эта молитва, о-о-о, я говорил у буддистов, маны падных ум. Вот она, наконец-то, остается одно удивление. Наше тело, как его, проходит через стену, возносится. Там тысячи километров, как будто их и нет никаких километров. Мыслью подумал уже на той. Вот у меня, знаете, вот такой вот вопрос. Вот мы тут скорбим, что у нас родственники неверующие, дети. Я сильно страдаю за них. А там у нас одна радость только будет. Но я не знаю, попаду я или нет. А мы скорбить не будем о них. Это все задают это. У нас должны быть сегодняши вставания во Христе Иисусе. Ты должна с гневом воздавить на них, сейчас уже, на детей своих. Это написано у Марка, говорит, и с гневом воздрел на них Христос. Скорбя, боже, сочиня, сердец их. Там жалости не будет ни у кого. В первую очередь, мы не знаем, будут видеть или не будут. А во-вторых, чувство вложено по отношению к ним, у нас чувство будет Христово. А Христос как? Христос их отверг. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный. Уготовлены к дьяволу. И наши слова сходятся. И ты точно так же будешь мыслить. Дети. Какие вы дети? Я вас в первый раз вижу. Не, а тихли ты настоящие. Дети проклятые в огонь вечный. Там жалости это не будет. Там все будет по-другому. Перешагни это. Забудь. Тяжело. Сидеть можно? Но ты только думаешь, что вот дети твоих ты рожала. Ты ничего этого не помнишь. Боли утихли давным-давно. А то остается это... Ну, ты помогала ему где-то в заключении. Но ты не знала, что это твоя дочь. Где-то воспитывалась в детском доме, а ты сидела в тюрьме. И ты одинаково относилась. А то теперь узнала, что дочь. Чего ты это лишний кусок будешь давать ей? Ну, понимаешь, мы только думаем. Мы начинаем думать. Думами этими ничего не добавишь. Только думаешь, что дитё твое, а что на твою пуповину отрезано, ты уже ничего не чувствуешь. И дальше все будет по-другому. Ты можешь ли их так? Да не можешь. Ну, ребёнок у тебя хороший. А если он, сын у тебя и пьёт, и проматывает деньги, и выносит на наркотики, ты как к нему относиться будешь? Ну, как у меня на работе один и говорю только, я об одном молю. Кто бы сына моего убил? Он каждый день отца бьёт. Чувствования в нас будут такие же, как здесь. Если сын мот и пьяница, то родители должны сказать старейшинам города, и первые положат руки на него, и побьют его камнями всё общество в Израиле. И так, истреби зло из среды своей. Вот что ты должна сделать. Ты первая должна положить руку и сказать. Это требование Божьей справедливости. Проклят злостовище отца и мать. Он каждый день ругает Мать, да ещё Божья. Он проклят. И не думай, его задерживать. Написано, и проклят, кто выдержит гнев Божий. Руки от крови. Проклят, кто меч Господень не держит от крови. Ты под проклятием попадёшь, если по-другому будешь думать. 48-10, книга про Иеремию. Поняла? Ну, если так, то не молиться за них? Молиться-то надо всё время. Но твоё отношение к ним, если они не примут, вот такое будет. Ты спросил, это первый вопрос, а не о молитве, а о извечности. Я на него отвечаю. А ты мне сразу... Совсем другой вопрос. Сегодня ты люби, молись, заботься, помогай. Но думай, на пользу ли твоя помощь. Надо ли им то, что ты им варишь туда свои пенсии? Вот это вот столы сделала здесь. Олег Коломещенко из Украины приехал. Жена Татьяна у него была. Помнишь, да? И вот он приехал, прорезал там дверь, которая там выходила из одной комнаты в другую. Я не знаю, по алтарю там уже помогал мне. Вот этот вот проход тоже это он прорезал. Столы делал. Всё сделал и уехал, как будто никогда не был. Вот нам нужно, что человек приехал. Он не нашего круга. Он даже не крещение принимал, ничего. Но всё сделал, а жена в это время буйствовала. Он не уехал, пока он всё у нас не сделал. Когда сделал, сел и уехал. С Украины, да? С Украины, Одесса. Одесса, да. А их родственники, так как начали. Вот кого вы приняли такими словами на неё? Она такая. И всё. Это вопрос. Помните, вы говорили, что Третья Рим – это Москва. По всем, кто на семи холмах. И в Писании говорится, что она будет сожжена. Да хотя не я говорю. Третьим Римом Москва себя объявила. Сама. Василия Третьего. Тогда впервые прозвучало Москва, Третий Рим. Филофей там был такой. Первый провозгласил. Москва, Третий Рим. А слово Рим, говорит, Павел, Павел, Рим. Это Вавилон. Вавилон – это Рим. Толкование даётся. А Рима три. Первый Рим. Старый, Новый Рим. Это Константинополь, Новый Град. И Третья Москва. Великая блудница. Великая блудница. Своим мучением безбожьи напоила весь мир коммунизмом. То есть, пророчество говорит, что она будет сожжена. Да. Мне требуется 9 атомных бомб. Всего. Я к чему спрашиваю. Тут недавно на автомобиле, сзади на стекле, не на лобовом, а сзади, увидел надпись, чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву. Я так думаю. Ну, сильно, наверное. И кто-то пророчество вспоминается. А потом подпись. Кутузов. Кто? Кутузов. Кутузов. Да, Михаил. Тогда это было... Он говорит, главная наша задача отсидеться. Не торопиться. Выжить. Это Бородинского сражения не надо было, ему совершенно не нужно. Вот царь настоял, он его дал. Сколько погубили людей. Не надо, он перемерз, как тараканы. И все ушли, и никого нигде нет. А дальше-то куда идти воевать? В Сибирь? Ну, все безумие. Так, продолжим. Четвертый стих, 2 Фессалонкистам, 2 глава. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Речь идет о человеке греха, об антихристе. Толкование. Он не будет приводить людей к идолослужению. Напротив, отвергнет всех Богов и все предметы почитания их или идолов. И себя одного объявит Богом. Не сказано в Иерусалимском собственно храме, а просто в храме, во всяком храме Божием. Не сказал апостол, что он будет называть себя Богом, но что он будет стараться показать себя Богом. Ибо он совершит великие дела и покажет знамение к соблазну всех. Неужели ему удастся всех видов, всех язычников покорить вере? Ну как? Христианство же тоже многих язычников покорились вере, написано. Даже священники покорились. Тогда вот этот экуменизм, объединение всех религий, то есть все это вот к этому ведет. репетиция. Репетиция, да. Одна вера будет, одно государство, один шарен на планете. Вот это вот глобализация, сейчас о чем в интернете все говорит, глобалисты и анти-глобалисты. Анти-не анти. Все равно этому быть. Пятый стих. Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил вам это? Толкование. Отсюда ясно, что апостол передавал фессалоникийцам великие тайны и не письменно. Видишь ли, необходимо постоянно говорить об одном и том же, с настойчивостью повторять одни и те же слова. Вот они слышали апостола, говорящего об этом, когда он был у них. И однако опять имели нужду в подтверждении. Ничего говорить необыкновенного я не говорю, но то же, что и всегда говорил. Апостол несколько пристыжает фессалоникийцам, говоря, не помните ли, так ли скоро вы забыли? Шестой стих. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ему, антихристу. Толкование. То, что не допускает, означает препятствие. То, что мешает. Что же это такое? Одни утверждают, что это благодать Святого Духа. другие римское государство с последними согласен и Святой Иоанн Златоук. Ибо пока оно не разрушится, антихрист не будет иметь возможности делать что ему угодно. Поэтому Павел и сказал прикровенно, он не хотел навлечь на себя напрасной вражды и бесполезной опасности, ибо если бы он сказал, что в непродолжительном времени разрушится римское государство, то его немедленно стерли бы с лица земли как возмутителя, а вместе с ним и всех верующих, которые обрадовались бы разрушению такого государства. Что апостол говорит не о благодати Святого Духа, это ясно. Во-первых, он не сказал бы тогда прикровенно, но сказал бы «Определенно», потому что и ныне удерживает Антихриста благодать Святого Духа, то есть благодатные дары. Затем, если бы Антихрист должен был явиться тогда, когда оскудеют чрезвычайные дарования, то он уже явился бы, потому что они давно оскудились. Заметь, не сказал также и того, что это скоро будет, но говорит «Открыться ему в свое время». «Опять время оставил неизвестным». А вы когда пророчествовали о том, что СССР будет разрушен, вас как-то за эти слова преследовали? Преследовали, конечно. У меня даже стихотворение написано «Погибет Рим, падет КПСС, в аккордах Радуги, Иудина колена, Христос воскрес, воистину воскрес». Ну и написал, что падет КПСС. Меня вызвал начальник, даже в тюрьме было, как сейчас, помню, кажется, Бражников, подполковник. Это выписали, я, мы возили, на им, военная партия, я, гражданин начальник, это Библия, так говорится, Библия? Ну, так и будет. Я вот так это спокойно и больше ничего не крикат. Понятно как? Я об этом говорил, говорил, писал об этом и неоднократно, почему я твердо был уверен, что Библия Слово Божие и оно сбудется. Что пал, пал Вавилон, а Вавилона в это время не было нигде, он давным-давно развалился, то Андрей Кесарик и Падахийский и другие, все говорили, это о Риме речи господствующее было, как сказать сегодня, Вашингтон или Нью-Йорк. А дальше-то, когда Павел-то писал, он Рим был, а потом-то уже в четвертом веке придет Константин Меликий и он теперь, так как у него там было много неприятностей, он решил, ну куда у него, за Босфор, где Стамбул-то это как раз и был. Все, второй, своим именем названным, Константинополь, город Константина, и стал называться Новый Рим. Новый Рим. И Россия его узнала уже не как Константинополь, а Новый Рим. Куда отправился? В Новый Рим. Куда самолет летит? В Новый Рим. Но Рим этот пал, там, в 534 году, когда Паша там захватил все, и все, и тогда Россия сразу перехватила эта эстапета перед на ней. Самое мощное государство, которое всех этих Пашу, и которые там были у них имамы, всех долбили, игнали, племени они там за Балкар заступались, братушки. Москва, Третий Рим. Епифанис Лавенецкий говорит, а Четвертого Рима не быти, не быти. То есть это Третий Рим. А его данные какие? Мировое какое-то учение. Чаша, зловодие у нее в руке, мерзость и тайна. Тайна это что? Тайна это секрет. А везде секретари, секретари, секретари до генерального. И в руках чаша написана тайна. Я в первый раз стал думать, думаю, тайна это секрет, а везде секретари. Да ладно, какой бы ты ни был, секретарь, генеральный секретарь, управитель страной. Ни князь, ни президент, ни султан никакой, царь. И второе, на Семи Холмах. А Глинка, поэт, пишет, Москва Семихолмовая. На Семи Холмах. Это уже никак нельзя. Куда? Я спрашивал, кто на Семи Холмах? Ну а Вашингтон? Я говорю, ладно, Вашингтон. А еще кто? Оман. Там в Йемене есть такое, я говорю, кажется, в Йемене. Вот три города, которые на Семи Холмах. Ну а хорошо, ну к этому-то дальше написано, что от него, от этой блудницы обогащались все народы. Скажите, от нее кто обогатился? Америка только грабит. Да. А у России такие богатства, несметные, и все, она везде, вложили на кубу, корабли, корабли. Самый бедный народ-то, российский-то. По уровню медицинского обеспечения на 72-м месте. За заливами только Конго, кажется, находятся, дикари какие-то. Обогатились все. Когда революция началась, у них только сейчас не знаю, сколько сот тонн золота осталось в Америке. А, Россия, Америка, это она на российские деньги считает все это. А теперь дальше-то. Сколько Гитлер награбил, а сколько Наполеон унес, а сколько торгует-то. И нефть, и газ сейчас гонят на Украину везде по сниженным ценам. Им не выгодно там брать. Почему? А то это все обогатились. И когда она сгорит, они посыпят голову пеплом. Какой город великий сгорел. А где теперь торговать? Ну, сейчас сгорит Нью-Йорк, и даже никто не дрогнет. А наконец-то. Хоть не будут они эти все революции делать. То в Ливии, то в Египте, то везде. А это именно у них мерзлость с чашей в руке. И на лошере тайна. Я говорю, ну объясните, что тайна? Никто не знает. Ну а какое учение? Вино блудодеяния. Скажите, ну аман не будем брать там это так просто. А в Нью-Йорк, в Америке? Ну какое вино блудодеяния? Ну какое? Я тебя спросил, первый, отвечай. Какое? У нее никаких идей-то нету. В Америке-то вообще нету. Как у Китая, например, у них нет божества. Христос воскрес, религиозных праздников. У них нет божества. У монахов там Будда, а в самом Китае веры-то вообще никакой нету. Когда Петр Мамонов говорит об этом, то люди не верят. Да как же так? У них же буддизм. Где буддизм? Приезжают, поговорить с ними-то. Они ничего не знают. У православных даже в такое время бабка тайно крестила. Вот стоит, наверное, перед Сталиным Абакумов, министр внутренних дел. И Сталин, найти его, там этого, кто выдал тайную сжечь. Хорошо, товарищ Сталин. Абакумов, ты крестишься, да я сам не знаю, как товарищ Сталин. То есть дома, он в кабинете, конечно. Ну, пишет он, в Алтайском крае, там писатель, какой-то там сидит, пупок, краевая администрация, да, ну, ему говорит, говорит, Бога веришь, Бога-то никакого нету. Вот я живу, ха-ха. То другое. Ну, он говорит, ну, как нету, Библия написано. Да пошел со своей Библией-то. Вот жить надо, чтобы как у меня было. А там оттуда звонят. Так, Виталий Николаевич, ну что, до БХС к вам идет, Господи, пронеси мимо. Он сразу же, Господи, пронеси мимо. А БХС, это проверка идет. А за ним-то что значит? Сам рассказ и везде все показывает. Вчера я высчитал такое, мужик один говорит, ну давайте посмотрим, вот, кто злее и кто добрее, мужчина или женщина? Ну, женщина, это слабое такое. Он говорит, наоборот, но зато они саламудренные. Какие саламудренные, голые ходят, а мужики-то одеты, как положено. Ну вот возьмите, давай рассудим. Женская баня. И мужик там по ошибке туда зашел в баню-то. Голый-то. Так они его кипятком и чем-то, как таракана, как он не знает, куда бежать-то. И возьми, голая баба зашла, ошиблись к мужикам, докажи милость и проходи рядышком, садись. Ну сравни, как относятся. Чего смеетесь-то? Ну не так? Ну и Семен-то, когда зашел туда, за бабом туда, женскую, ну а его там, они тазиками, то чем там грели-то. Он выскочил оттуда, и думал, как ты там? Как дерево среди деревьев. А какая, говорит, разница, там вода холодная, горячая, и там. Это он себе урод стал, чтобы показать, что он бесстрастный. Ну вот и возьми, проверь. Это я тебе точно говорю. Я тоже в больнице. И вы сами понимаете эту картину, как когда-либо, если зашел мужчина красивый, некрасивый, там бабы будут из себя, там век никому не нужна она. Старая какая-то, ветошь, но она будет его тазиком колотить и кипятком плескать. А любой даже старенький человек, да красавица рядом, матушка-то моя, голубушка, да сядь рядышком, как дед Щукач. Прикинулся больной, она его под руки повела, а он ее, не могу, не могу, она, да дедушка, да потерпи, когда она завела его там для больницы, он обернулся и чекнул. Дедушка, да вы хулиган. Милушка, сроду таких не целовал. А поднятая солена Шолохова. Выступает Жириновский, да дядька послушала его, и говорит, что сделали коммунисты, то и другое, везде ледут, везде воюют. У нас в стране 10 миллионов женщин, у которых нет мужей и никогда не будет. Их нету, просто их нету, но только может одну оставить, а другой придет. Статистика показывает, мужского населения миллионов. Ну, Владимир Вольфович обладает этой, видать, статистикой-то? Да. А почему? Потому что везде убивают, где надо, не надо. Во-первых, сами ребята лезут, где не надо. И аварии на дорогах, кто мужчина за рулем, в шахтах сколько занавило мужчины, космонавтов сколько погибло мужчины. В Чечне, в Грузии, в Афганистане 14 700 человек только в Афганистане. 14 700 девушек уже никогда не выйдут. Кого зарезал? 14 тысяч. Мальчиков, мальчиков, пирот-то зарезал. Это говорит, что через 15 лет 14 тысяч вдов будет. Ну, вторыми женами у кого-то там еще много женства можно было. 14 000. Почему? А если бы были верующие, в общем-то, рождается девочек как бы побольше, но уже к 10 годам выравнивается. Мальчиков умирает больше. Это более хлипкие такие. Да и везде прыгают с крыши, сцепляются за трвай. Тут недавно еду, мальчишка на троллейбусе прицепился на лестницу, и так вот ногой. Я еду, сзади сигналю, потом этот водитель остановился, выбегает, и за ним, а тот по дворам от него. Догонит его, надерет. И тюрьмы, и везде все, и в армию идут, ну везде все, мужчины гибнут. Так мы только знаем, сейчас в Сирии, сколько их уже убило? Полетели в Сирию, да там несколько девчат, а остальные это все артисты, это мужчины, здоровые, крепкие мужчины. Сколько их погибло? Покушение везде делают. Кого? Мужчины. Мужчина более уязвимый, его надо беречь, а то слабое, слабый пол, ничего себе слабый. Да они своей массовостью задарят. Ну вот мы сми, допустим, рожаются, сколько? Пять дочерей, два сына. У нас вот выходят, я считаю, семь девчат заходят, маленькие-то, один мальчинка. Ну что, у нас-то уже не абортов, ничего нету. И нету. Ну по порядку, сейчас две родились, у тебя три, где-то ее где-то, Лена, три дочери, три. Вот Дмуха заходит, у нее двое, или сколько, трое. Одни дочери. А что это говорит? Считается, это признак того, что война не скоро будет. Это говорит о том, что война будет не скоро, воевать-то некому. Но в Израиле это не срабатывает. У них женщины служат в армии так же, как мужчины. Так что давно бы ты уже там с винтовкой-то ползала, брала, штурмовала. Викария, Аллах Акбар. Самая лучшая, израильская. Все. Даже в Библии написано «Самая изощренная хитрость и на любви». Погибли какие? Аллах Иорн, кто его? Амана кто подвел под виселицу? А они поэтому и празднуют сегодня евреи-то. как это называется? Пурим у них? Пурим. Праздник. Да. Женщина, у нее мудрости не хватает, а хитрости есть. Что называется? В смысле? Праздник. Пурим. А что означает пурим? Жеребий. Есть ли какие-то ушки там? Ну что, где-то? Все же. Призогласай. Достойная Теркова и Сину, Блажит Тетя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения с Иераким, Без искрения Бога Слово рушую, Сущую Богородицу Тебе лечаем. Милосердный Господь, мы предстали перед Твоим величием и просим во имя Господа и Бога нашего Иисуса Христа услышь нашу молитву. Прими благодарность за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над тьмою, над смертью, над дьяволом. Сохрани наследие Твое, услыши наше воздыхание о тех, кто страдает за имя Твое Святое, в вузах и в Сирии. Откроем двери рая, убиваемых за Тебя. Благослови наше селение, почти добрых жителей, сохрани школу. Мы нуждаемся в постоянной помощи Твоей, мы немощные в создании Твое. Благослови нас, и жизнь нашу устрой по воле Твоей Святой. Не нам, не нам, но имя Твоему, да будет слава во всем, что мы делаем. Тебе, Господи, хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Боже всемогущий, всеслышащий и всюду присутствующий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими, дивный Создатель, и охраняющий все создание Своё, наши молитвы, о просящих нас помолиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай, раб Твой. Слава Тебе, Боже, за все во веки. Аминь. С миром Божьим. Спасибо, Христос.